Семинар рабочий 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 окупаться. Мы ее должны пробурить и мы должны получить прибыль с нее. Ну, и Татнефть этим тоже очень интересуется. То есть, вот два таких проекта интересных, да? И третий проект стоит в том, что сегодня вот наверное мы, значит, еще вот послушаем, значит, у нас коллега приехала из Москвы, он расскажет нам все проблемы, да? В том, что вообще-то, когда Министерство разрабатывается, у него даже эта модель, которая должна быть не на полке для ГКЗ, скажем, да? А она должна работать каждый день, должна наполняться каждый день. И мы должны любое действие наше сначала делать в компьютере, а потом уже будет скважину или там какие-то мероприятия использовать, да? Которые тратим реальные деньги. Но сначала должны за пять копеек дома в компьютере это дело просчитать. Но, к сожалению, сегодня в России наверное, вот точную цифру назовете, наверное, да? Наверное, процент сорок имеются моделей, а из них, может быть, реально десять процентов может работать, я не знаю. Ну, где-то у меня такая оценка грубая, такая, скажем, да? Потому что я вот знаю по тем компаниям, которыми мы состыковались, работали. А на самом деле, только создание моделей, я думаю, позволит на двадцать-тридцать процентов увеличить добычу сразу. Потому что по Западной Сибири, скажем, обводненность водзалежи, там, 95 процентов воды в добываемой жидкости связана исключительно с тем, что какую часть скважины просто надо забить цементом, я не знаю, закрыть там, чтобы они там не переливали воду просто в другие пласты. Просто вот с этим связано, да? А это без модели, без гидридинамики, это вы просто не знаете и не делаете. Вы, я не знаю, засовываете руку в какую-то клетку, да, и оттуда выбираете то ли яйца, то ли картошку, то ли, знаешь, что, щупы, понимаете, руками. Вы не смотрите, глазами не видят ничего. То есть вот такая картина наблюдается. Это правда. И для этого нужны не очень большие деньги на самом деле, чтобы позволить компаниям российским стать конкурентоспособными. И вот эту норму после 2000 года с 60 умеешь, там, до 30, до 40. А это наша цена. 40 долларов – это наша цена, при которой мы должны развиваться. Это нормально. И мы должны, наверное, эту цену держать, если бы рынок был такой. Ну, это уже политика, скажем, да? Если бы цена была бы 50 долларов, как вот наш бюджет рассчитан, то это было вполне нормально для России. Ой, заболтался? Значит, давайте я по плану передаю, значит, вот слово сейчас, наверное. Так. Владислав, ты будешь закладывать? Или гостям дадим? Или гостям предпредставь слово? Ну, я думаю, да. Лучше мы сейчас расскажем. Хорошо. Хорошо. Ну вот, да, первый, ну или второй проект, 218-й, который сейчас идет, его название – создание комплекса для повышения эффективности разработки мелкоизвлекающей залежей сверхвязки нефти. Вот. И наша задача в рамках этого комплекса решить три подзадачи. Вот. Собственно, как выглядит целиком проект, потому что еще существует часть, скажем так, выполняемая ТАТ нефтью, и часть, выполняемая силами КФУ. То есть нашими задачами является создание, разработка программного комплекса для моделирования процессов разработки мелкозалегающих залежей с учетом физико-химических процессов, которые происходят во время парагравитационного воздействия на залеж высоковязкой нефти. Затем это второй пункт разработка метода геологии, физических и гидродинамических построения моделей этих залежей с использованием, с привлечением дополнительных данных. Это электротомография, сейсма, малоглубинная сейсмиразведка. И особенно хочу подчеркнуть, это геохимические данные. То есть, соответственно, будет еще строиться и геохимическая модель. Третья тема – это сам мониторинг паровой камеры геофизическими методами. То есть, предполагается разработать технологию. Начало ее уже, скажем так, положено и в рамках других договоров. И сейчас ведутся подготовительные работы, которые, в принципе, заложение тех скважин, о которых говорил Данис Карлович, уже начнутся где-то в марте месяце. То есть, у нас будет сформирована система мониторинга под землей. Сами полевые работы начнутся уже летом. Это основная наша часть в плане Татнефти. Татнефть будет уже заниматься непосредственно, скажем так, своими же разработками всяких железок, разработкой реагентов, которые направлены на регулировку закачки пара, на повышение нефтеотдачи сверхвязких нефтей. Наша задача проконтролировать это все и промониторить нашими методами. И, в принципе, что касательно темы наших, первая и вторая, это сделать им предварительный расчет, насколько эффективно будет применение данных разработок. Собственно, здесь представлена более подробная схема. Я не буду перечислять каждый пункт. Вот это разбито по темам. То есть, синими обозначена тема, касающаяся разработки программного продукта ПКСВН по этапам. Всего у нас проект рассчитан на три года и в каждые полгода считается этапом. Всего их шесть. Дальше зелеными – это что касается в плане разработки методики моделирования. И, оговорюсь, здесь еще у нас есть, скажем так, проект САГДИ, когда мы создаем трубу горения, которая, в принципе, будет моделировать тоже эти процессы. И вот как мы, Максим Георгиевич, разговаривали, можно будет обратную задачу решать. И третий – это касаемо мониторинга. Тут несколько этапов полевых работ. Их будет порядка двух. На каждом этапе система мониторинга будет совершенствоваться. И по результатам мы будем судить об эффективности применения воздействия паром на разработку сверхъяских нефтей, в том числе и с применением неких присадок химических и их эффективность. Дальше. Чуть поподробнее остановлюсь на двух этапах. Это мониторинг разработки мелкозалегающих залежей. Наша задача состоит в том, чтобы геофизическими и геохимическими методами определить положение паровой камеры, ее конфигурацию, ее размеры с определенной периодичностью. В данном случае в рамках этого проекта периодичность составляет один год. Несколько состав работ. Основных работ, скажем так, это малоглубинная сейсморазведка. Уже проведены предварительные работы по этому поводу. Затем электроразведка. Как уже говорил, на данный момент мы уже собрали фактически приборы, которые будут установлены в скважинах, датчики. Геохимический мониторинг. В принципе, для геохимического мониторинга сейчас ведется сбор данных. И затем с периодичностью раз в месяц будут отбираться пробы из скважин для того, чтобы создать базу маркеров нефти на этом месторождении, которые позволят нам понять, откуда, какая нефть и куда она утекла, притекла. Здесь небольшой анимационный мультик, скажем так, как выглядит процесс мониторинга. Вот они, скважины, две горизонтальные. Тут вот такая абстрактная картинка. Бурятся две скважины, нагнетаются затем в одну из горизонтальных скважин пар. Эти скважины уже разбурены на объекте. Формируется паровая камера, и идет добыча нефти. Сейчас представлено, как у нас будет идти мониторинг. То есть приборы заливаются прямо в пробуренные скважины, они прямо цементируются там, ну и оставляются, выводится кабель из скважины, и цепляется к какой-то устьевой арматуре. Ну и затем уже геофизическая партия, скажем так, которая будет сформирована на базе института геологии, будет выезжать периодически на исследование. Здесь вот представлена сейсмика малоглубинная. Ну, примерно таким же образом будет выглядеть и электротомография. На данной картинке, кстати говоря, это реальная картинка с предыдущих работ по мониторингу паровой камеры. Здесь представлены данные сейсмики. И вот по зонам, вот, к примеру, в левой части, там есть синяя закраска, можно судить о развитии паровой камеры. То есть, хочется сказать, что методы, которые для мониторинга будут применяться, они уже частично опробованы, и с большой вероятностью будут задачи по мониторингу выполнены. Собственно, сейчас вот та часть, по поводу которой мы собрались, это ПК-СВН. То есть, программный комплекс для разработки мелкозалегающих залежей сверхъяских нефтей. Разработки по этому комплексу заложены также на всех шести этапах. И на шестом этапе мы должны будем провести уже непосредственные расчеты и отчитаться по ним. Вот, то есть, к шестому этапу данный продукт уже должен работать. Сейчас нам надо, наверное, будет обсудить все детали, скажем так, концептуально, как мы будем решать данную задачу, потому что видения разные. Следующий слайд. Вот, предполагаемый состав работы, он, конечно, такой концептуальный, тоже его можно уточнять, но как бы в составе рабочих совещаний, скажем так. Вот, это обязательно там должен быть модуль импорта данных. Этот состав работы, он заявлен в ТЗ. То есть, его в любом случае надо будет сделать. Потом модуль численных вычислений для расчета влияния парогаза, паровой камеры и дренирования нефти. Вот, конечно же, это модуль визуализации данных, ну и всяческая документация. Каждый из этих пунктов, я думаю, ну вот второй пункт, он самый такой мощный, на котором нам надо сконцентрироваться. Спасибо. Я думаю, что, в общем, картина-то понятная, в принципе, коротко так сказать, вот три раздела этой программы, то есть, вот, значит, создание программного средства, создание системы моделирования, то есть, использованием... Ну, проблема, в чем проблема моделирования вот этих неглубоко залегающих скважин? Дело в том, что обычные модели строятся на 3D-сейсмике. Здесь 3D-сейсмику невозможно сделать, во-первых, неглубоко, это верхний сейчас разрезан на самом деле, да? Вот. И, ну, нет просто данных 3D-сейсмики, но все надо по-другому делать. Вот. В этом суть заключается. То есть, мы и тертомографию используем, значит, вот такую вот, значит, какую-то сейсмику используем. Вот. Вопросы есть по этому? Значит, я думаю, что мы сейчас доложимся, вот, да, все послушают, в чем, и каждый потом вот в докладах и вообще в обсуждении выскажется, что, а что можно сделать, вот, как мы можем поучаствовать в выполнении этого проекта, в принципе. Да, Эльмир, слово давайте, Эльмир. Ага. Добрый день, уважаемые участники семинара. Я представляю доклад по тематике «Комплекс геолог-геофизических методов для прогнозирования геомеханических параметров и напряженного состояния карбонатных массивов». Это второй проект с компанией ТНГ. Следующий слайд, пожалуйста. И целевое назначение работ представляет собой… Эти работы по комплексу предназначены для создания объемной модели напряженно-деформированного состояния карбонатных пород, являющихся коллекторами углеводородов, и способов оптимизации геолого-технических мероприятий, а именно это выбор оптимальной траектории бурения, оценка рисков при бурении не только вертикальных, но и горизонтальных стволов скважин, а также геолого-технические мероприятия направлены на увеличение коэффициента нефтеотдачи, в частности, проведения гидроразрыва пластов. Как таковая задача проекта не включает в себя расчетные алгоритмы по моделированию гидроразрыва пласта, то есть не моделируются трещины, однако предполагается выбор участков, для которых будет актуально проведение именно мероприятий по гидроразрыву пластов для увеличения нефтеотдачи. Задача проекта в полной мере отражает сущность комплексного анализа, поскольку они включают в себя и сбор исходной информации, геолого-геофизической информации, по литературным данным, по данным изученности геолого-геофизической. Это и лабораторные исследования на самом современном оборудовании, петрофизические, физико-механические исследования для определения прочностных и деформационных характеристик. Это обработка и интерпретация результатов наземных и скважинных сейсморазведочных и сейсморазведочных работ, обработка и интерпретация современных методов каратажных исследований, а именно имиджеров и скважинных имиджеров, а также кросс-дипольного каратажа для получения информации о стрессах ин-сити, направлениях и величине стрессов ин-сити. И в конце является, конечным итогом является обобщение результатов и подготовка рекомендаций по выбору участков для проведения различных геолого-технических мероприятий. Следующий план. На мой взгляд, решение задачи заключается в правильном выборе алгоритма решения, где последовательность действий привела бы к конечному результату, который бы удовлетворил всех из заказчиков и нас, соответственно. На сегодняшний день под геомеханической моделью различные как коммерческие, так и некоммерческие компании понимают достаточно широкий спектр услуг. И в частности, черным ящиком остается основная проблема как бы это преобразование исходных гео-геофизических данных, которые зачастую интерпретировались как качественные, в целом, например, данные о разломах с меньшей подоплекой количественных методов, их адаптация в модель численного решения, которая позволяет оценить напряженно-деформированное состояние массива пород и планировать уже выбор вдоль определенной траектории свойств для оценки рисков, например, бурения. Блок схемы алгоритма решения предполагает четыре основные позиции. Три из них — это исходные данные, эталонные данные поверки и верификация модели. Они направлены на то, чтобы насыщать модель и иметь возможность итерационно ее насыщать в процессе уточнения. И сам блок геомеханическая модель представляет собой численное моделирование методом конечных элементов. Если в дальнейшем обратиться к плану календарному... Следующий слайд, пожалуйста. То преимущество этого блока заключается в том, что все данные по календарному плану технического задания для выполнения работ соответствуют тем блок-схемам алгоритма, которые мы избрали в качестве рабочего варианта. Это и насыщение блока исходных данных априорной информации в виде исходных данных гео-геофизической изученности, лабораторные исследования образцов, выполнение, построение модели Петрель, что мы уже умеем делать, проведение секвинг-стратографии, проведение полевых работ по определению региональных напряжений, поля региональных напряжений. Следующий слайд, пожалуйста. Это и блок геомеханической модели, который предполагает в проекте разработку 1, 2D модели, а также 3D модели как конечный результат моделирования для того, чтобы можно было в процессе создания этой геомеханической модели адаптировать ее к нуждам заказчика, а именно не представлять результат в виде результата картинок по методу конечных элементов, а работать именно с проектом Петрель, что наиболее часто используется в работе сервисных компаний, таких как ТНГ. Следующий слайд, пожалуйста. Эталонные данные поверки запланированы на этапе проведения полевых исследований на выбранных объектах исследований непосредственно ТНГ групп, где предусмотрено как вертикально-сейсмическое профилирование, интерпретация и обработка данных с современных коротажных исследований, а именно имиджеровое исследование. И следующий слайд. Верификация модели будет осуществляться при подборе таких объектов, в которых был, например, проведен уже гидроразрыв пласта. Это будут данные по полевых отчетам о гидроразрыве пласта, которые дают нам информацию о напряженном состоянии, о величине минимального горизонтального напряжения и направлении развития этого минимального горизонтального напряжения и сжатия. Следующий слайд. Что еще важно при выборе этого алгоритма? Так как проект не предполагает создание собственных разработок в области программного обеспечения, необходимо выбрать те программные обеспечения, которые позволили бы реализовать эти проекты без существенных затрат и при условии, что они есть в университете, что есть люди, которые уже умеют что-то делать в них. Поэтому в данном проекте предполагается два программного обеспечения. Первый из них, который работает на входные и выходные данные алгоритма, это программа Петрель, программа обеспечения для геологии и физического моделирования. Какова его позиция сейчас в университете? В настоящее время имеется пять коммерческих или научно-исследовательских лицензий для выполнения больших крупных проектов. И 25 лицензий для обучения студентов для выполнения типичных операций по тестированию тех или иных алгоритмов. Следующий слайд, пожалуйста. Для численного решения методом конечных элементов в КФУ есть комплекс ANSYS. Это также хорошо известный комплекс по численному решению задач в области гидродинамики и механики деформированного твердого тела. Этот комплекс обеспечивает создание геомеханической модели, итерационные ее уточнения и последующие расчеты. В настоящее время по данным филиала Самарского имеется одна лицензия на пять рабочих мест по проведению научно-исследовательских работ, в том числе и для промышленности, и три лицензии по 25 рабочих мест для обучения студентов. Такая вот ситуация сейчас. Следующий слайд, пожалуйста. Необходимо также сказать о том, как вообще коллектив может выполнить поставленную задачу. И здесь, мне кажется, актуально привести наши преимущества, наши возможности для решения концептуальной модели в рамках того алгоритма, предложенного. Что мы можем? Модель предполагает блоковое строение залежи, то есть наличие и границами блоков является разломы от зоны трещиноватства. Эта концепция достаточно давно развивается в Институте геологии. Есть приорная информация о том, что залежи работают по частям, то есть есть блоковое строение, которое нужно изучать и требует внимательного отношения к себе. Проблема с разломами заключается в том, что в методе конечных элементов разломы, как таковые, представляются моделями с контактными элементами, с пониженной прочностью. И вот если производить расчет, то происходит в основном концентрация напряжения, то есть все возможные концентрации напряжения происходят именно на этих ослабленных моделях. По сути дела, внутриблоковое пространство остается неким осредненным характеристикой. Второй момент – это представление об условиях осадка накопления. На основе секвенстратографического анализа. Извините, вот коллеги, которые сидят там за столом, вы можете сюда пересесть, здесь очень хорошо видно на компьютерах. Извините, кто там сидит, если кому-то, пожалуйста, садитесь сюда, здесь же есть компьютеры. Я считаю, что наш подход в области условий осадка накопления – это секвенстратографический анализ, литолого-петрографический анализ, петрофизический анализ – позволяют нам реально оценить те фоциальные и литологические переходы, которые могут существовать внутри одной толщи карбонатного массива, расчленив их на раздельные элементы с различными механическими прочностными характеристиками. Проблема заключается в том, что если выбранные объекты будут обладать достаточно малой площадью, то выделить отдельные секвенсы вряд ли удастся, то есть более очень подробно. И второй момент – если выделять очень много таких секвенсов, дробить модель, то создается проблема на этапе уплотнения сети методом конечных элементов и высокая затратная расчетная мощность необходима будет. Следующее положение, что сейчас у нас есть, у нас петрофизическая лаборатория с уникальным оборудованием для испытания в пластовых условиях, что могут позволить себе немногие. Такие оборудования позволяют нам в реальности на основе статического нагружения получить те свойства, которые недоступны методами коротажных исследований, методами сейсмических исследований при изучении волнового поля. И проблема может возникнуть, то есть осложнения, которые могут возникнуть, это нелинейные корреляционные связи между статическими и динамическими упругими модулями, которые необходимо будет решать, то есть методами статистики, скорее всего. Еще один момент – это полевые тектонно-физические исследования для определения граничных условий, условий нагружения массива карбонатных пород, в которых он существует в настоящее время. Для этого существует специальный метод полевой тектонно-физики, который позволяет по зерковому скольжению, по бороздовому скольжению определить эти направления стрессов и величины перемещения деформационного состояния. И проблема заключается в том, что если выбранные объекты также окажутся слабо обнаженными, то есть все в основном в лесах, это плоскость или болотистая местность, то, увы, найти здесь обнажение для определения на обнажениях зеркал скольжения будет достаточно сложно. И еще малая информативность в случае о сейсмичности территории. Следующий слайд, пожалуйста. Что же касается результата, что как такового предполагает результат выполнения этого проекта? Если сказать, что это геомеханическая модель, это будет немножко неправильно, поскольку геомеханическая модель будет необходима для конкретного месторождения в качестве передаточного материала для заказчиков, для ТНГ групп. Однако здесь необходимо разработать концепцию именно по рекомендации по проведению этого геомеханического моделирования поэтапно с целью получения возможности определения наиболее безопасной траектории, плотности бурового раствора для оценки пределов циркуляции и определения максимальной длины секции, что предполагает еще привлечение и специалистов в области бурения, и количество кустовых площадок для разработки того или иного месторождения. Следующий слайд, пожалуйста. Второй момент – это оценка условий проведения и необходимости проведения гидроразрыва пласта. Речь идет также, повторяюсь, не о моделировании процесса в развитии трещины, а о выборе участков, в которых, по нашему мнению, проведение гидроразрыва пласта приведет к положительным результатам. В качестве положительного результата предполагается не увеличение обводненности продукции, а снижение обводненности продукции, повышение дебетов и снижение скин-фактора около скважинного пространства. У меня на этом все. Все, последний слайд. Большое. Спасибо за внимание. Я, наверное, не показал приборы, которые у нас есть, да, в принципе? Ну, я не стал просто на этом актуализировать. Поэтому я думаю, что так вот, надо будет, наверное, кто желающий записать свои примеры просто и всем группой подойти и посетить вот эти лаборатории, которые у нас есть. Посмотрите, что там делают. То есть там есть приборы, которые напрямую определяют геомеханические, ну, круги, параметры, пластовых условий. Есть приборы, которые косвенно могут, скажем, при поизмерении, скажем, продольных, скоростей продольных первичных волн. Это в одной лаборатории находится, в принципе, можно зайти посмотреть. Я думаю, надо будет желающих просто вот с Эльмиром связаться и прийти посмотреть. Вот. Если нет вопросов есть, в общем, в принципе, вот что-то непонятное осталось. Вот два проекта больших, да? Вот, пожалуйста. У меня есть вопрос. Эльмир, а как, вот есть ли методы для определения неупругой реологии среды, потому что у вас из презентации как-то вот, ну, следует, что у вас только упругая реология среды, то есть модуль Юнга, коэффициент Пуассона, уголовное управление. Я понял вопрос. Мы сейчас работаем над созданием многостадийных экспериментальных вариантов, то есть именно с помощью установки испытания пород в фластовых условиях, для того, чтобы при достижении предела пластичности или перехода в пластическое состояние, чтобы можно было, подав объём, обжимное давление, дальше продолжить эксперименты для достижения истинного предела упругости или разрушения образца в условиях именно как бы с расчётом на реологию, что будет происходить именно с полускальными грунтами, будем так говорить. Ну вы закладываете опять, например, только пластический, да, механизм? Там просто много разных могут быть ситуаций. Пластический, вязко-пластический, скажи с уплотнением, будем так говорить, вот в таком режиме. Понятно. Ещё вопросы? Естественно, пожалуйста. Если что-то непонятно осталось, вот всё понятно с проектами, да? Всё-таки я бы хотел... Давайте. Этот блок вопросов касательно геомеханического моделирования, геомеханических процессов, он очень важен. История там была не разумеется, цифровая в СССР. Вот у вас тема звучит комплекс. Там новизна в чём заключается? В том, что будут как-то по-новому скомплексированы, дополняют друг друга уже применяемые методы? Или вы всё-таки будете принципиально новые методы предлагать? В принципе, я могу даже ответить. В принципе, вот частично. Ну, во-первых, какие методы мы будем использовать? В принципе, понятно, скажем, мы будем брать базовую, это сейсмика, то есть сейсмика, скажем, вот 3D-3C-сейсмика, и какая геомеханическая информация и информация о напряжённом состоянии может быть получена, скажем, в этих 3D-массивах. Это первое. Второе, немножко необычное, может быть, то есть мы используем некие атрибуты, показатели геологического плана. Например, у нас сегодня в Татарстане, ну, в Татарстане, в частности, Татнеф делает сотни ГРП в карбонатах. Это не сланцы, естественно, классические ГРП, это для сланцев, но и поэтому карбонаты это очень такой объект, очень хитрый для ГРП, потому что я просто такой пример приведу, вот наличие, скажем, в карбонатах нескольких процентов глинистого материала приводит к драматическим изменениям в упругих параметрах, может приводить. И поэтому, значит, здесь мы используем два подхода. Один подход, он связан с секвенстратографией, то есть больших карбонатных массивах, просто 3D-сейсминку такую, значит, волновые, значит, временные разрезы, значит, вот эти вот комплексы мы используем для построения секвенстратографических схем, то есть разделение карбонатов на разные фации, как бы, да, то есть различные уровни моря там, то есть мы используем и, значит, скважины, данные керна, литологические данные, вот Владимир Петрович здесь, крупнейший, один из крупных специалистов в области литологии карбонатов, да, мы по сейсминке уже, по 3D-сейсминке получим никакую картину распределения этих фаций, это первый уровень. Второй уровень, значит, вот керн сравнение, и третий уровень, это скважинные исследования. Вот в этом смысле очень большое внимание мы хотели бы уделить, скажем, методу ГК, то есть гамма-каратажу, да, то есть вот в карбонатах обычно гамма-каратаж пишут, когда быстрый, он практически там палка пишется на самом деле. Если, скажем, увеличить, уменьшить скорость, скажем, записи, применять более хорошие приборы, то, в принципе, в карбонатах можно это дело увидеть, клинится, например, да, есть масса других технологий для этого дела, и кроме того, вот в этом же проекте мы разрабатываем несколько приборов. На самом деле вот в проекте 218, который Странггрупп, это только одна часть. Еще одна часть связана была с тем, что мы разрабатываем какие-то технологии для ВСП и межскважинного просвечивания сейсмического. То есть вот в особенности межскважинного просвечивания, тем более, что вот эти вот месторождения, в рамках залежи, в рамках Ромашкина, например, там очень хорошая разбурненность. Там межскважинное расстояние 200 метров, 300 метров, 100 метров. То есть, в принципе, можно использовать такое массовое межскважинное просвечивание. Это очень такой надежный метод выделения по скоростям, выделения этих напряженных состояний, оценки по продольным поперечным волнам упругих параметров. Вот комплекс методов. В принципе, здесь ничего такого супернового нет, на самом деле все где-то используется, просто мы как-то в одну кучу собираем. Это и геология, литология, караташ, сейсмика, мескважинное просвечивание, ВСП. Вот такой получается мощный комплекс такой. Я понял, это как раз наоборот самое ценное, потому что все, что-то использовалось раньше или позже, но тут конкретная задача, вы на нее вот так вот обрушиваетесь. Я понял, спасибо. Что вопросы? Можно вопросы? Да, конечно. Вот последний слайд там был посвящен тому, что будет сказано о том, насколько планируется эффективность ГРП, да, причем сразу даже, чтобы снижение обводненности, ну и многие другие показатели. Каким образом это делается? Насколько я понял, никаких гидродинамических моделей здесь не предусматривается. Как это? Гидродинамическая модель конечно используется. Вот это вот здесь нарисовано в принципе, вот это делается конечно на основе геологической модели, там есть положение воды, гидродинамика, и мы в нее вкладываем геомеханическую модель, вот в эту штуку, да, и когда, значит, будем, во-первых, мы определяем, насколько эффективность сквозь, скажем, гидроразрыва вот в этих карбонатах, каких карбонатах, то есть мы, во-первых, определяем, вот в каких карбонатах это можно делать, до каких пределов откроется, пойдет там вода, не пойдет вода, вот вы помните, 3010... Это еще сложная математическая модель, вот это. Это очень сложная модель, да, согласен, абсолютно. Это, конечно, будет в гидродинамике, естественно, без этого, естественно, на миллиметровке мы это не нарисуем, понятно, очевидно, спасибо. Еще вопросы есть какие-то, да? Нету? Ну, я думаю, что давайте по ходу делаем. Александр Митянович, вам, наверное, слово дам? Да, давайте, можете прямо... Константин Андреевич, у вас. А, хорошо, хорошо, Константин Андреевич, давайте. Здравствуйте. Можно, да, запустить вот этот вот файл? Значит, я буду рассказывать о результатах, достигнутых нами за достаточно многолетний период. здесь вот указана тема доклада, это многомасштабное моделирование процессов разработки нефтяных коллекторов, указаны авторы из ныне действующих сотрудников кафедры аэрогидромеханики. Следующий слайд. Значит, кратко о том, что будет сказано в докладе. Речь идет о том, что сам процесс проектирования, разработки нефтяных месторождений, он предполагает задачи различных уровней, то есть на первом уровне встает вопрос о глобальной динамике заводнения залежи и, соответственно, задачи общего проектирования разработки имеются в виду масштабы прогноза порядка десятков лет. На этом уровне предлагается использовать так называемую суперэлементную модель разработки. Далее я расскажу подробно о каждой модели. Следующий уровень это уже, скажем так, секторные модели или взаимодействие скважин на участках. Проект их разработки и временные масштабы здесь идут порядка одного-двух лет. С этой целью используются фильтрационные модели, можно их условно назвать моделями среднего разрешения. И, наконец, последний этап это локальные процессы вблизи скважин, то есть геолого-технические мероприятия, их проектирование и соответствующие временные масштабы порядка нескольких суток и до нескольких месяцев. Здесь необходимы фильтрационные модели высокого разрешения. Следующий слайд. Проблемы традиционных подходов к моделированию заключаются, во-первых, в том, что, как правило, с помощью одной единой модели пытаются решить все три задачи всех трех перечисленных уровней. используются обычные сетки расчетные порядка 30-50 метров размеры. И при описании крупных месторождений такие сетки начинают содержать в себе миллионы узлов, соответственно, необходимо решать миллионы уравнений на каждый временной слой, что затрудняет, конечно, проведение этих вычислений. При необходимости решения задач адаптации или проектных расчетов, предполагающих многовариантные расчеты, это становится затруднительным, а зачастую и невозможным для достаточно крупных месторождений. И в то же время такие сетки оказываются недостаточно точными, детальными для описания процессов вблизи скважин. Как известно, там давление имеет логарифмическую особенность, и там нужны сетки порядка 1-2 метров вблизи этой скважины, и опять же, этих шагов 30-50 метров недостаточно для описания. На первом уровне, как было сказано, предлагается использование суперэлементного моделирования. Основная идея заключается в следующем, поскольку фильтрация в пласте это процесс взаимодействия скважин, которые разделены зоной сопротивления в виде насыщенного пласта, то, соответственно, и количество элементов в расчетной сетке должно быть сопоставимо с этим числом скважин, несущих в себе основную информацию о месторождении. Это достигается за счет перехода к крупной сетке, то есть, вместо десятков метров в плане она составляет сотни метров. Также укрупнение производится и по вертикали. При этом задача уже формулируется в терминах гладких средних полей давления и насыщенности. Они уже не имеют тех особенностей, которые имеют исходные поля в масштабе, в геологическом масштабе. На последующих этапах такое решение, полученное в рамках этой модели, может при необходимости уточняться уже локально с использованием вспомогательных, более детальных сеток. При этом размерность самой сетки и, соответственно, решаемых систем уравнений сокращается с миллионов до тысяч. Следующий слайд. Понятно, что простой переход к грубым сеткам с использованием исходных же моделей привел бы к недопустимым погрешностям, поэтому при реализации суперэлементного решения выполняется ряд задач, которые позволяют сохранить достаточную для прогнозных каких-то оценок точность. Во-первых, сама формулировка задачи производится, как было сказано уже для гладких средних полей давления насыщенности. Необходимо также решение задач апскейлинга или ремасштабирования фильтрационно-емкостных свойств, то есть переноса их с геологической сетки на расчетную суперэлементную. При этом переходим к тензорным уже уравнениям. Кроме того, строится консервативная сеточная схема, основанная на методе конечных объемов. Формулируется низкодисипативная аппроксимация описывающая перенос насыщенности, то есть учитывается фронтальный характер переноса вытеснения нефти водой и строится решение в два этапа. То есть первый, основной этап это описание глобальных изменений или глобальной динамики распределения запасов энергетического состояния залежа на суперэлементной сетке и далее уже производится уточнение в тех местах, где нас это интересует. далее здесь вы можете увидеть пример как покрывается, как выглядит покрытие такой суперэлементной сеткой месторождения насчитывающие порядка полутора тысяч скважин здесь на примере муравлинковского месторождения одного из его пластов далее и соответственно по вертикали тоже выполняется укропнение сетки слева можно видеть характерную картину слоистого строения пласта с детализацией тут порядка 0,1 метра и мы используем укропнение сетки по вертикали на десятки метров далее во время апскейлинга или ремасштабирования свойств учитывается сложная геологическая структура пласта в объеме каждого суперэлемента в результате чего от скалярного поля проницаемости мы переходим к аналогу тензорного поля то есть рассчитываем такие компоненты тензоропроницаемости которые позволяют нам наиболее точно описывать потоки через грани на основе рассчитанных средних величин давлений в каждом суперэлементе и кроме того рассчитываются модифицированные функции относительных фазовых проницаемостей которые также учитывают сложное фильтрационное многофазное двухфазное конкретное течение в пределах каждого суперэлемента дали здесь здесь приведен один из примеров сопоставления суперэлементного расчета и расчета на более мелких сетках традиционного такого размера то есть слева видно решение на мелкой сетке которое занимает для данного небольшого участка порядка 1 часа 47 минут посередине виден результат что было бы если бы мы просто перешли на грубую сетку не изменяя математической постановки ту же самую модель бы применили здесь видно зоны пропадают размытые водой зоны вытесненной нефти и третий вариант справа это решение с помощью суперэлементной модели здесь видно что эти зоны в принципе узнаваемы при этом время расчета сокращается практически в сотни раз вместо 47 минут мы тратим всего лишь 30 секунд далее в модели реализован механизм глобальной адаптации именно глобальной коррекции абсолютной проницаемости то есть не локальная подгонка для сопоставления давления и дебетов а именно глобальная то есть нацеленная на исправление так называемых систематических ошибок интерпретации исходных результатов исследований скважинах здесь останавливаться не будем сильно дальше и некоторые примеры здесь вот приведен пример имитации реального месторождения именно один из участков участков ромашкинского месторождения который насчитывал 850 значит скважин моделировалось 50 лет разработки на это потребовалось всего 4 минуты расчетного времени в рамках суперэлементной модели на изображении значит показано как выглядит покрытие этой области суперэлементной сеткой ну можно заметить что количество суперэлементов в принципе сопоставим с числом скважин за исключением областей где скважины не расставлены там вводятся дополнительные элементы которые гарантируют регулярную разбивку области и с левой изображены графики расчета синим цветом это ободненность суммарная по данному участку и коричневым цветом текущая добыча нефти далее здесь тот же самый участок показан как в динамике изменяется поле насыщенности то есть даже в рамках суперэлементной модели можно получить карты подобного разрешения далее здесь другой пример одно из месторождений казахстана уже полторы тысячи скважин 56 лет разработки моделировалась в течение 12 с половиной минут расхождение расчетов факт составила в результате адаптации модели 6 процентов также приведены графики накопленных интегральных показателей текущей добычи и обводненности далее следующий пример тоже месторождение узень казахстанское месторождение аганское месторождение ну то есть ряд месторождений на которых эта модель была использована получены результаты дальше значит что можно получить за счет быстродействия данной модели один из вариантов это моделирование совместной разработки нескольких пластов то есть если в рамках традиционных моделей бывает затруднительным даже моделирование одного пласта если это крупное месторождение то здесь мы можем себе позволить одновременно в одну модель включить несколько пластов которые имеют гидродинамическую связь и моделировать их совместно это нам позволяет во-первых решить такие проблемы как граничные условия где необходимо ставить условия которые будут описывать обмен с жидкостью между пластами и которые не определены в случаях отдельного моделирования и кроме того мы решаем проблему корректного распределения дебетов скважин по различным объектам в модели это все происходит автоматически поскольку вдоль скважин строится вспомогательная сетка и там дебет распределяется в ходе решения вспомогательных задач далее ну здесь один из примеров показан что можно получить подобные картины контурных перетоков то есть обмена жидкостью с окружающим пространством пласта по пачкам здесь показаны зоны оттока красным цветом зоны подтока синим далее дальше реализованы в этой же модели и задачи построения зоны влияния закачки в отличие от традиционных методов когда это производится с помощью линий тока в суперэлементной модели линии тока детально не строятся поэтому это выполняется методом имитации гидропрослушивания то есть на каждой нагнетательной скважине имитируется периодический режим работы и путем частотного преобразования фурье отклика на добывающих скважинах оценивается зона влияния закачки с каждой нагнетательной и доли этого влияния на каждую добывающую скважину дальше после того как основная глобальная динамика отстроена мы можем переходить ко второму этапу то есть к уточнению локальному уточнению решения на участках где нас что-то интересует то есть это либо потенциальные участки для проведения мероприятий либо зону где необходимо уточнить распределение запасов для этого строится выделяется выделяется некоторый набор с небольшим количеством суперэлементов эта область покрывается более мелкой расчетной сеткой на которой уже решаются последующие задачи далее здесь показан пример детализации послойной распределения насыщенности за несколько лет и показано что в принципе можно выявлять зоны недренируемых запасов дальше итак суперэлементная модель может характеризоваться следующими пунктами или как направлениями это быстрое моделирование глобальной динамики оперативный многовариантный прогноз разработки сокращение времени расчета в десятки и сотни раз по сравнению с традиционными моделями и далее переход к уточнению расчета на отдельных участках далее значит кратко учтены фильтрации в трещиновато-пористой среде произвольно ориентированные стволы скважин описываются гидравлический разрыв пласта моделируется именно приток к нему и тектонические разломы дальше здесь показано как учитываются горизонтальные скважины то есть используется вспомогательная сетка и решение производится только периодически то есть основная сетка не искажается и расчет основной не замедляется далее пример и схемы для моделирования ГРП в данном случае одиночный ГРП вдоль ствола скважины вертикальной далее здесь пример не пример моделирования а о том сказано что также сделаны и реализованы под программы для расчета многозонного ГРП вдоль горизонтальных скважин далее далее кроме того есть методика и расчетные блоки для моделирования учета тектонических разломов поскольку ряд месторождений осложнен именно наличием таких вот искажений геологии далее это все необходимо учесть дальше ну и разработана упрощенная модель которая на детальных сетках была опробирована и протестирована и результаты показали что можно с помощью упрощенной модели даже получать правдоподобные результаты учитывающие конечную проводимость этих трещин то есть мы моделируем именно поток тут не о напряженном состоянии речь идет а именно о процессах фильтрации через такие разломы далее кроме того разработана модель фиксированных трубок тока которая позволяет отдельные мероприятия моделировать из трех этапов можно ее описать это первое во первых мы из внешней модели может быть это супреэлементная модель или один из коммерческих пакетов на момент прогноза ГТМ делается выгрузка конкретного участка оценивается граничные условия которые адекватно описывают взаимодействие участка с окружением дальше решается двумерная задача на которой определяется распределение поля скоростей строятся линии тока оценивается взаимовлияние скважин и выделяются трубки тока и далее в каждой трубке тока решается тоже двумерная задача вертикальном среде на сетках высокого разрешения которые позволяют описывать такие мероприятия как кроме перфорации это обработка призабойной зоны и в том числе полимерное заводнение пласта далее здесь приведены некоторые примеры как можно анализировать систему разработки с помощью данной методики значит как изменяется зона влияния закачки и как изменяется картина зона охвата запасов заводнением далее ну здесь слайд только лишь о том что все о чем было сказано это существует не просто в виде таких сугубо научно-исследовательских программ а все доведено до уровня расчетного единого комплекса который ориентирован на рядового пользователя в принципе не обладающего особыми математическими знаниями далее география работ то есть где эти модели были применены поддержка то есть фонды научные и наконец последний слайд на котором можно остановиться далее это еще раз кратко о том какие масштабы какие модели и какие задачи с помощью этих моделей и решаются у меня все спасибо спасибо большое очень интересно вопросы есть какие-то ну вопросы есть у меня вопрос такой первый связанный с геологией то есть на каком программном продукте предполагается реализовывать геологическую основу вот вопрос второй сразу же связанный но получается у нас суперэлементы в отдалении от скважин достаточно крупные вот как ограничивается размер этих суперэлементов и позволяет ли он детально описывать геологию этого района межскважинного пространства скажем так я понял значит геологическая модель она строится конечно на мелком масштабе не на суперэлементном то есть стандартные это десятки сантиметров по вертикали и десятки метров по горизонтали это планы размер ячеек на таких сетках строится геологическая модель сейчас суперэлементная модель основана на тех моделях которые строят которые строятся тоже с помощью разработанного программного обеспечения, но также поддерживается и импорт из моделей Петреэля, например. Тоже это всё можно. Значит, какой второй вопрос-то ещё был? Ну, вот второй разрешающая способность этих чайных. Ну, разрешающая способность вот она, значит, соответственно, такая, а когда мы переходим к суперэлементам, мы эти данные с детальных масштабов, с геологического масштаба сетки, мы ремасштабируем на масштаб суперэлементов, именно гарантируя качество фильтрационной модели. То есть там у нас уже встаёт точность описания потоков. А вот последний вопрос, связанный вот с этой тематикой с геологией, да, вот мы, к примеру, планируем пробурить ещё одну скважину, а там вот у нас суперэлемент, он большой. Как в такой ситуации быть? При бурении скважины проектирование инклинометрии ствола всё равно используется исходная геологическая модель. То есть проводка ствола должна производиться там, а уже при моделировании... Ну, вот можно несколько слайдов назад отмотать. Можно слайдов, наверное... То есть сетка полностью переделывается, да, получается? В районе. Модель можно локально уточнить. Ещё, ещё. Вот назад. Ещё. Вот стоп. Значит, суперэлементы вот здесь изображены. Они огромные по сравнению с геологическими масштабами, а объективное описание фильтрационных потоков к скважинам, ну, которые бы учитывали геологическую структуру, оно достигается за счёт использования вот таких вот мелких детальных сеток вдоль ствола. Ясно. А вот у меня ещё один небольшой такой вопрос. А мы можем эти суперэлементы сделать такого же размера, как и геологическая сетка? И что будет в этом случае? Можно сделать и так, и тогда просто будет эквивалентный расчёт на мелкой расчётной сетке с соответствующими временными затратами. То есть временные затраты будут такие же, как у стандартных симуляторов? Это, наверное, больше относится к моменту, к этапу уточнения. Здесь вот тоже был слайд, по-моему, он выше. То есть это второй этап, когда мы покрываем расчётную область более мелкой сеткой и делаем это уже локально на интересующих участках. Да, вот здесь. То есть разные задачи предполагают разные масштабы, и на разных масштабах необходимо использовать разные модели. Понятно. И все эти модели друг с другом сопрягаются, используют решение высшего уровня, чтобы перейти на нижний. Ясно. Ну, это метод тоже. Все, спасибо. А удалось хоть один проект разработки сделать с помощью этого программного пункта? Да, конечно. Вот эти вот моменты, которые были показаны, они сдавались и защищались. То есть модели разработки. Муравли, ромашка вот на этом. Да, сдавались они. Сдавали ты его? Ну, я вот таких деталей не могу сказать. Ну, я понял. Это немножко другое. Так, вопросы еще есть? Вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вот там было тоже показано, у нас построение полигонов Воронова, по сути дела, происходит вокруг скважин, да? А вот в тех участках, где нет добывающих скважин, где нет большинства сети, вы сказали, что можно брать как бы размер суперэлемента, можно делать больше, да? Нет, 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 нет. Можно еще вот несколько слайдов назад. Еще, 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 еще. Еще, там, нет, назад, не вперед, назад. Это какой-нибудь там пятый может слайд. Там. А вот, вот здесь хотя бы, да. В отличие от обычных диаграмм Воронова, у которых опорные точки используются как точки пластопересечения, там у вас получались бы в зонах не занятых скважинами огромные блоки, которые бы портили вот это вот сеточное покрытие, а здесь используется более-менее равномерная, ну, близкая гексагональная разбивка. А вот вопрос просто, там же как бы, если мы говорим о том, что основной исходной информацией является фонд добывающих скважин. Вот, например, между скважинами есть большое пространство, где нет этих скважин. Откуда берутся данные для моделирования вот этих суперэлементов, если там нет информации? Ну, мы изначально сами геологическую модель не строим, а опираемся на ту, которая уже построена. Ну, и, соответственно, здесь, видимо, используется интерполяция между скважинами, корреляция в этих то, что получилось. Мы используем построенную уже геологическую модель. Спасибо. Данис Калыч. Да, вопрос давайте, давайте. Да. Ну, я не знаю, наверное, вопрос дилетантский. Можно предпоследний слайд, который... Спасибо за внимание. Нет, выше это уже пошло. Глобальная динамика и долгосрочный прогноз. Вот существует... Следующий слайд. Следующий, поставьте слайд. Вот этот. Долгосрочный прогноз на десятки лет. Общие показатели разработки, анализ темпов выработки запасов, оценка энергетического состояния, залежи и так далее. Вот существуют какие-то методы оценки надежности прогноза, его достоверности. Вот... Практика. Практика. Практика? Ну, изначально производится адаптация модели, чтобы мы хотя бы доверяли ей. Ну, тут есть что добавить. Ну, это проверить, на самом деле, очень просто. Вот если, к примеру, у месторождения срок разработки 10 лет, построите модель, садаптируете первые пять лет и запустите на расчет. воспроизведет он последующие пять лет или нет. Ну, и с какой точностью. Я поняла. Спасибо. Так, еще вопрос есть? Еще вопрос такой. А в чем отличие суперэлементного подхода от конечно-объемного подхода? Суперэлементный подход, он основан на расчетной схеме конечных объемов, но дополняется еще рядом, ну, скажем так, подзадач, формулировок. То есть в основе лежит конечные объемы. Метод коллокации используется для аппроксимации тензорных уравнений для расчета давления и расчет насыщенности. Там описывается с помощью тоже специальной схемы. Спасибо. Еще вопросы? Не поняли? Можно, да? Можно задавать вопросы? Просто, понятно, интерес в предыдущих вопросах был именно связан с многолетним прогнозом. И у меня, в общем-то, тоже с этим связан вопрос. Не приводилось ли численное сравнение? Насколько я понимаю, в рамках этой модели оно было возможно. Взять достаточно мелкую сетку для всего месторождения и на 20 лет один раз просчитать. И потом с этим сравнить вот эту вот крупную элементную модель в рамках известной геологии. Просто два расчета и их сравнить на больших временах. Потому что, ну, откровенно говоря, вызывает недоверие. Подход вот на большие времена и вот с таким вот ну, уходом от важнейших факторов в этой модели. Я имею ввиду влияние скважины и так далее. Понятно. Сравнение проводилось численно. Ведь мне обязательно... Был такого сорта вопрос только что, был ответ, что практика. Но вот для этой модели можно просто посчитать. Можно взять достаточно мелкую сетку и посчитать на большие времена динамику процесса на месторождении с большим количеством скважин. И одновременно посчитать вот то, что у вас, ваши модели с крупными элементами. Я понял, да. Да, конечно, и сравнение проводилось, и слайд здесь был показан, где сравнивается решение с мелкой сеткой и с крупной сеткой. На слайде было показано сопоставление полей. Ну и, конечно, кроме того, сопоставлялись и показатели работы скважин. Ещё? Ещё? Результаты буквались. Вот здесь вот поля пошли. Хорошо видно же. Потом практика – это же не будущее, а прошлое. Влад сказал уже. То есть, тоже если имею возможность проверить, то элементарно же. Ещё вопрос есть? Нет? Тогда давайте пойдём дальше. Максим Георгиевич, тогда вы скажите, ладно? Ну, не будем так это, так это компактно. Хорошо, я стараюсь. Технология, да. Как получится. Алина, первый, первый. Вот это, да. Ну, вчера Денис Карлович так удачно представлял стратегическую единицу. Она называется «Эко-нефть». Ну, вот проект, который предусматривает разработку месторождения с природных битумов, так сказать, поверхностного типа. Ясно, что здесь существуют большие риски экологического характера. Значит, это же подтверждает, например, разработка месторождений там в Канаде по аналогичных. Значит, поэтому у меня первый вот доклад будет посвящён экологическим проблемам, благо у нас есть что на этот счёт как бы сказать. И вот первая задача – геоэкология, да. Всё это будет, всё это было сделано в рамках, ну, такого набора компетенций, реализована в проекте, в программе «Нимфа», совместно с учёными Сарова, МГУ, Питерского университета, там, институты геоэкологии РАН, там будет слайд, соответственно, ещё увидим. Значит, если говорить исторически, то проект, он носил научный характер, прежде всего, не такой больше научный, чем прикладной. Значит, его реализовывали такие выдающиеся учёные, ну, тут надо упомянуть, например, что он в первом проекте, в первом проекте, в котором зародилась «Нимфа», это проект Международного научно-технического центра. Участвовал вот выдающийся специалист по разработке нефтяных месторождений Владимир Маркович Ентов, ну, и крупные гидрогеологи, тоже там, академики. Вот. И, значит, вот в связи с этим, так сказать, проект развивался, начался он в 1997 году, закончился, вот, ну, не знаю, он до сих пор продолжается, я об этом немножко скажу попозже. Следующий слайд. Ну, вот то, как всё это выглядит и мотивируется на современном этапе, коротко вот вы можете увидеть, что существуют программные продукты зарубежные в основном на рынке доминируют, ну, тут указаны они там в левом розовом окошечке. Значит, тем не менее, ну, исходя там из пресловутого импортозамещения, а также иногда сталкиваясь просто с техническими проблемами, с этим больше сталкиваются наши коллеги из Сарова, которые работают на закрытом предприятии закрытого типа, и им тяжело там, например, иметь длительную лицензию эксплуатации какого-нибудь ансиса, да. Они поэтому разрабатывают свои аналоги, вот, попозже, ну, следующий слайд тогда покажите. Вот, значит, с 2010 по 2012 год работала программа, она сейчас начала работу с этого года, вторая очередь, она работала программу по созданию отечественного суперкомпьютерного программного обеспечения, значит, и в результате, там, в частью этого комплекса, ну, не комплекса, это они не связаны, программа, просто одна из программ была, вот, программа Нимфа, она получила сертифицированный вариант, ой, этот, сертификат получила, вот он внизу представлен, ну, поскольку это все делалось под эгидой Росатома, то есть сертификат и, как бы, приписка тут, вот, Росатомовская. Я попозже скажу, так сказать, в чем ценность этого пакета на современном этапе для данного проекта. Дальше, пожалуйста. Значит, это список участников, ну, видите, самые такие громкие имена. С нашей стороны работы проводились в НИММ-е-Чебатарева, ну, и с этим была связана особенность, как, скажем, финансирование, оно проводилось в разных каналах, вот, этого проекта. Ну, и дальше давайте, чтобы побыстрее пройти презентацию. Это основные области применения, нефтегазодобыча, отдельно будет презентация, поэтому я просто даже останавливаться не буду. И геоэкология в самом широком смысле. Дальше, пожалуйста, это вот, ну, например, в геоэкологии здесь перечислены те ситуации, которые реально моделировались с помощью этого пакета. Вот. Ну, и вы видите, что, конечно же, значит, здесь поначалу, значит, работы носили в основном ориентированные на Росатомовские проблемы характер, площадки ПДС, значит, захоронение радиоактивных отходов или же сильно ядовитых, значит, отходов. Ну, и далее тоже. Ну, вот на этом слайде я чуть побольше. Тут вот почему-то это, ну, презентацию подготовили так, что в горнодобывающую отрасль, хотя, может, это и справедливо попал сюда, вот, в слайдик слева, расчет водного баланса территории, в том числе за счет, вот, взаимодействия поверхностных подземных вод. То есть, потом стали появляться задачи, не только связанные с Росатомовской тематикой, появились задачи, связанные с такой, ну, геомеханикой или там, с горной добычей. Ниже вы увидите, там, какие конкретные примеры разрабатывались. Ну, вот, в частности, вот этот вот слайдик слева, это бассейн реки Меша. Мы рассчитывали, вот, последняя, одна из последних задач, реализованных в пакете, рассчитывали, значит, таянись, это так называемая задача поверхностного стока. То есть, сперва территория покрыта снегом, потом вот снег тает, стекает в реки и проваливается под землю. Задача такая достаточно гнусненькая, потому что очень мало данных по ней, но, тем не менее, вот, восстанавливается рельеф, восстанавливается, вот, ну, так сказать, вот эта маска, так называемая реки Меша. Значит, данные были предоставлены нашими экологами под руководством профессора Савельева. Вот. То есть, это такая очень, на самом деле, такие задачи мало кто умеет решать у нас, например, детально, да? Вот с этой задачей связано продолжение работ по пакету в этом году. Дальше, пожалуйста. Значит, ну, я не буду зачитывать, хотя могу там, вот это основные, что ли, опции, которые реализуются в пакете на современном этапе. Ну, многофазная фильтрация, одним словом, потом в гонезотропной, тощиноват, пористой среде, все это может описываться, ну, для задач, связанных с увеличением, ну, там, некоторым методом увеличения нефтедачи, а также экологии. Важная характеристика – это конвективный перенос, гидродинамическая дисперсия, диффузия и комплекс физико-химических реакций, разноплотностности, в том числе тепловая конвекция. Вот я уже упоминал модель поверхностного стока, сейчас очень актуально. Вот, модель устойчивости бортов карьеров, течения, в том числе карьеров больших размеров, как вот кимберлитовые трубки, там, где-нибудь в Якутии или в Архангельской области. Значит, течение в заглинизированных пластах, модели наклонных и горизонтальных скважин, вот течение, которое предыдущий автор, значит, описывал в работе. Моделированные истории разработки месторождения с учетом каких-то мероприятий, ну, в частности, очень сложный вопрос миграции радионуклидов, он сложен с точки зрения химии, форм миграции радионуклидов, они на коллоидах переносятся. Ну, вот, в частности, один был из проектов, посвященный развитию карста, модели устойчивости. А, ну, это вот повторение уже, следующее, пожалуйста. Это вот описание процессора, он, в общем, так, из двух кавов. При процессора сделан, ну, дальше там будет ясно, что вот вводится, используется метод конечных объемов, причем, если вот Константин Андреевич, он говорил о, ну, вот, фактически это оригинальной разработке казанских ученых, мне кажется, суперэлементный метод, это можно этим гордиться. Ну, вот здесь сарусские ребята, они пошли, у них неограниченные счетные возможности. Сразу проект был ориентирован в основном на суперкомпьютеры, то есть там, как бы, сколько надо, столько считай, поэтому они вот делали нерегулярные такие адаптирующие сетки. Сделано это было прежде всего потому, что геологи, они вот очень любят, когда они могут там вмешаться в любое место этой там сетки, и там свое что-нибудь нарисовать, там они что-нибудь так подумали, присчитали, что здесь вот, ну вот, то есть это им возможность была и, так сказать, технически, и, как бы, физико-математически представлена, поэтому там были сетки самых разных там вот этих форм, этих объемов. Ну и вы видите, что там есть препроцессор, затем в два рукава сливаются в зависимости от характера решаемых задач, задача решается, выводится на постпроцессор, и там дальше, значит, уже там геолог или там эколог, он судит о том, что получилось. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, это вот различные, ну, так сказать, демонстрируют возможности при процессор пакета, в общем, можно в плоских терминах решать, можно, так сказать, 3D там симуляцию делать, в общем, там задавать все, что надо выбирать. Дальше, пожалуйста. Значит, ну вот здесь пошло перечисление реализованных проектов, ну, нас касающийся Нижнекамский промышленный узел, там, как известно, существует очень неприятное загрязнение фенольное, значит, которое ползет от Нижнекамска нефтехима под город. Ну и в частности, там планировались мероприятия по, значит, ну, скажем, приостановке небольшого этого неприятного процесса. Работа делалась совместно с ГУБ-диоцентром на основе данных этого самого ГУБ-диоцентра. Ну вот прогноз на 30 лет был так, в общем, на перспективу выдан. Дальше, пожалуйста. Ну вот это вот проект, который был реализован совместно с Питерским и Московским университетом, значит, вот здесь вот стоит там в середке, это маска реки Сатис, ветка самая такая примитивная в те времена. Сатис – это река в Сарове протекающаяся, там, в Мордовской. И, значит, поскольку там Саров занимает большую площадь, там в основном леса, но в лесах этих там всякие нехорошие озера находятся. И вот, в общем, там есть утечки, и поэтому требовалось определить, как это все грязь, в общем, в критических ситуациях будет течь. Ну вот пришлось строить гидродиологическую модель, гидродинамическую модель большого региона и, в частности, отрабатывать технологические мероприятия. Ну вот использовались такие, там, один профессор из МГУ, бывший замдиректор, ой, зампровектор по науке, он учит, у него основной такой конек, у него есть технологии изготовления таких полимерных экранов большого размера любой формы. Вот они, ну вот справа записано, что, наверное, показано, что, в общем, в зависимости от типа экрана можно добиться достаточно эффективной изоляции, там, прорвавшегося загрязнения. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот эта вот площадка рассчитывалась Балтийской атомной станции, которая планируется к построению, значит, рассматривались различные ситуации, главным образом обращалось внимание на то, чтобы там при водозаборе вода нужна для функционирования атомной станции, чтобы воронка депрессии не подползла к самому, ну, к станции, где там в случае аварии может достаточно быстро загрязнение достичь, там, водозабора. Поэтому требуется также расчет, это такой вот тоже успех этой программы. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, это, значит, тоже продолжение предыдущего, поэтому следующий слайд. Значит, вот это вот, Данис Карлович, наверное, будет интересно. Это вот, ну, называется «Сейсмобезопасность АЕС». Тут пару слов я чуть-чуть скажу. Тут, в общем, удалось подключить одного известного профессора из МФТИ, там, одного из таких крупных, Петров Игорь Борисович, он вот специалист по распространению волн всевозможных, там, в деформируемых телах, в частности, там, прекрасно моделирует, там, задачи сейсмики трехмерные, значит, в сильно анизотропных средах, с трещинами, там, с чем угодно, в общем. Сумасшедшие результаты. Но вот здесь они просто показаны, там, отдельная презентация у меня есть, кому интересно, я могу скинуть, значит, о достижениях этого человека. Ну, а это просто было вот прикручено к сейсмобезопасности Балтийской АЕС, и вот были выполнены исследования, там, ну, разных сценариев разрушения, собственно, вот, таких, значит, ну, скажем, активных элементов станции. Пожалуйста, следующий станет. Значит, это вот, я вот обещал вам показать, это кимберлитовая трубка в Архангельской области, значит, тоже месторождение, ну, не месторождение алмазов, которое реально рассчитывалось, вот, размеры этой трубки огромные, туда идет огромный водоприток, в общем, надо откачивать, надо куда-то вододевать, все это превращается в головную, вот, такую боль этих всех вот алмазодобытчиков, ну, тем не менее, вот, удалось там добиться каких-то, значит, хороших, ну, скажем так, сценариев для, скажем, для функционирования этого месторождения. Следующий слайд, пожалуйста. Так, это вот соляное месторождение, леское месторождение каменной соли. Нужно сказать, что вот, когда эксплуатируются соляные месторождения, у нас тут не так далеко от нас есть вот крупные калийные месторождения, это, значит, Березники и Соликамск, в частности, в Березниках там произошла недавно катастрофа, так же считалось, вот, мы просто не успели вывести тут слайды там, нарисовать, в общем, картинки месторождений. Ну, когда в камне, в шахту, которая добывает соль, если туда прорывается по каким-то причинам, там, техногенного характера вода, то все это начинает быстро разрушаться, а если там сверху этой шахты стоит город, то, значит, город приходится отселять. Все это очень неприятно, поэтому, значит, тут режим, скажем так, гидродинамика этого региона, она носит особый характер, главное, чтобы не допустить таких критических ситуаций, но вот это было сделано, там были проведены расчеты с учетом существования поверхностного и глубинного карста, то есть повышенных зон проницаемости, трясиноватости, с учетом всех геологических данных по этому объекту, и вот следующий слайд, пожалуйста. Это вот тоже интересный объект, который был тоже выполнен в рамках Гранта МНТЦ, это Токтагольское ГЭС, а Токтагольское водохранилище это в Киргизии, да, совместно с Киргизами была работа на реке Нарын, там, ну, считался тоже задачей поверхностного стока, она в этом случае очень примитивна, потому что все течет по горам, единственное, что там интересная гидродиология, потому что перепад высот 3 километра, то есть приходилось вот такие задачи решать, да, нетипичные для гидродиологии. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это просто, вот моделируются различные там сценарии для площадок, собственно, самого этого вот Сарова, Орфеа Цюниев, там, организация. Следующий слайд. Ну, то же самое, то есть вот водозабор, значит, проектирование водозабора, все это достаточно хорошо отработано. Следующий слайд, пожалуйста. Да, ну, вот это вот, я о нем, об этом месторождении, об этом слайде поподробнее скажу в следующей презентации. Это так называемое степнозерское месторождение, они потом переключились в основном на нефтяные задачи в ожидании, так сказать, ну, большей востребованности, что ли, этих задач в то время. Сложные месторождения со сложным таким характером, трехкупольное. И дальше, пожалуйста. Значит, ну, и вот, я немножко хочу сказать о новых возможностях, то есть пакет построен по блоковому принципу, к нему можно добавлять фактически задачи, которые, ну, новые задачи, да, которые пришли в голову. Здесь вот мы, эти задачи носят поисковый характер, то есть никаких конкретных данных нет, но вот первая, например, задача показывает, позволяет оценить протекание процесса при дегидратации горных пород, ну, в зонах такого регионального метаморфизма. Чем это интересно, вот, по, значит, данным геофизиков, там на больших глубинах, больше 10 километров, формируется флюидный слой, ну, и вот механик, который будет выступать после меня, он может подтвердить, что в этом случае образуется такой расклиненный диск с точки зрения механики, и, значит, в некоторых случаях, там, при наличии близости разломов, значит, за счет концентрации напряжения в краях диска может произойти землетрясение, то есть вот это выход можно на прогноз и на модели землетрясений. Слайд справа показывает, значит, ну, по известной монографии, тоже практически отсутствуют, там, количественные данные по географии, но вот описание, скажем так, свойств Баженовской свиты, и мы промоделировали образование, процесс образования, как бы созревания нефти из керогена, выделение, скажем, нефти из керогена, тоже получили интересные результаты, которые бьются, скажем, с представлениями геологов об этом процессе, об обстроении вот этой вот Баженовской свиты, и вы видите, что возникают три зоны, там вот справа такие три горба нарисованы, три зоны деформации, правда, тут приведены модули деформации, вот левые, и правые крайние горбы, это отрицательная деформация, то есть там сжатие большое, а вот справа разуплотненный участок, это положительная деформация. Ну, вот по монографиям примерно так и должно получаться, то есть можно говорить о том, что мы, так сказать, ну, можем приступить в дальнейшем к моделированию образования месторождений, ну, в частности, вот месторождений сланцевого и нефти, типа вот Бажена. Ну, и, кстати, можно промоделировать этот слайд, просто я его не привел, промоделировать, то есть процесс будет идти так, знаете, как яйцеобразно, да, то есть будут образовываться такие отдельные участки, дальше процесс будет тормозиться за счет деформации, то есть это объясняет характер нефтенасыщенности в месторождениях сланцевой нефти, их вот Ренат Халилович Муслимов, там, я от него это услышал, название сладкие места, да, свит сайтс, то есть такие где-то есть нефть, где-то нет, где-то есть, где-то нет, вот это понятно, почему происходит. Следующий слайд, пожалуйста. Затем вот решалась задача магматической интузии по трещине, то есть это вот кубик слева, это такой непроницаемый кубик, в котором есть трещины, и вот снизу по этой трещине, значит, втекает магма, так для грубости, и она, раздвигая, значит, этой поры, заползает, и образует некоторое тело, вот оказалось, что очень похожее тело геологи называют лополитом. Ну и поскольку в части этого лополита происходит там процессы метасоматического завенщения, ведущие к образованию месторождений полезных ископаемых в большинстве случаев, можно вот эту задачу подцепить под анализ. Ну и, по-моему, тут все, там просто будет еще один слайдик, оказывается, вот процесс очень чувствителен, то есть вот эти вот формы, они могут меняться, так что следующий слайд, это, наверное, будет. Спасибо за внимание, выходим, мы входим во вторую презентацию. Вот это нижняя, да. Нижняя презентация, ну вот, давайте ее запустим. Она, в принципе, вот говорит о совместных компетенциях нашего университета и вот наших саровских коллег в области решения задач нефти-газовой отрасли. Ну, значит, народ там достаточно, ну, не очень даже квалифицированный, они сами делают суперкомпьютеры и даже продают их. Один вот университет продали на факультет, в институт вычислительной математики, значит, небольшой по производительности, но тем не менее очень удобный для такого, почти персоналка. Далее, пожалуйста. Здесь опять перечисляются, это вы уже видели, те задачи, которые решаются этим пакетом. Но этот пакет, он условно называется Нимфа-2, он вот как раз больше ориентирован на нефть. Причем задача, которая стояла при разработке этого пакета, было как бы там повторить эклипс. Значит, то есть это моделировалось, была использована модель черной нефти, это трехфазная изотермическая фильтрация в различных там пластах со своей структурой. В общем, вот это все делалось на этом пакете. Давайте дальше посмотрим. Значит, ну вот это вы видите, что если вот как Константин Андреевич сказал, что значит, за счет использования методов распараллеливания значит, на процессоре классическом считается задача в сутки, а вот на использовании вот этих самых процедур, которые перечислены выше, время сокращается до 12 минут, и причем вот производится сравнение результатов счета и сутки, и 12 минут. Вы видите, что совпадение очень хорошее. Далее, пожалуйста. Ну вот здесь моделировалось месторождение, оно называется Тепнозерское месторождение, месторождение со сложной структурой, с разломом. Подготавливалась геологическая модель, она подготавливалась геологами, значит, и вот считалась фильтрационная модель, и дальше уже идет сравнение с расчетом по эклипсу этого месторождения. Месторождение такое неприятное, но, видите, там несколько в нем есть куполов, так называемых, они гидродинамически связаны через подошвенную воду. Вот, далее, пожалуйста. Ну, это просто формула, которую давайте пролистнем, просто описывают. Ну, здесь вот описаны методы, которые наши коллеги использовали при, значит, решении этих задач для специалистов, для остальных без комментариев. Следующий слайд, пожалуйста. Это опять повторение той же самой схемы работы комплекса. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот это опять демонстрация возможностей при процессоре. Следующий слайд. Тоже, да, сравнение с эклипсом начинается, описывается, какие данные заводились для сравнения. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, и увидите, что в итоге удалось добиться, ну, неплохой, что ли, скажем так. Есть небольшие отклонения, но, в общем, почти повторили результаты по эклипсу. Трехвазные, я подчеркиваю, фильтрации. То есть это, значит, далее вот вы увидите, что там насыщенность по газу, то есть вот не двухвазные, все-таки трехвазные фильтрации. И следующий слайд покажет тоже вот газовый, да, дебет нефти уже, да. Следующий слайд покажет нам газовый фактор, добывающий скважины. И, наконец, последний слайд, это такой тест, он, в общем, я не знаю, так я не специалист по эклипсу, но говорят, что вот этот вот тест для вот этой системы двухскважин, это вот такая раскраска, она, то есть тоже очень хорошее совпадение с эклипсом, с этой задачей. Спасибо за внимание. И, значит, я хочу сказать несколько, буквально два слова, три, там, о стратегии, значит, использования этих пакетов. То есть пакет создан по такому блочному принципу, существует, ну, вот пакет, который, скажем так, полноценно казанский, который уже не очень казанский. В общем, есть предложение от саровцев, от этой команды, они, ну, так, условно развинтят этот пакет на блоки и в нужной комбинации эти блоки свинтят на казанском суперкомпьютере, который недавно был пущен в действие. Так что, я думаю, через небольшое время мы будем иметь фактически вот всю эту красоту в Казани и сможем ее использовать. А также развивать в соответствии там со своими... Когда я вот говорил о новых задачах, там, касающихся физико-химической геомеханики, ну, нужно понимать, что там и тепловые процессы активные протекают, это все в зонах нагрева больших. Так что вот можно это все дело связать с проектом 218. Так что, я думаю, будет интересно. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Вопрос есть у кого-то? Есть, да? Давайте. Максим Георгиевич, в сравнении с Эклипсом, в чью пользу говорит? Что Нимфа похожа на Эклипс? Александр Александрович, в общем, у них дело обстояло так. В общем, сначала все было очень плохо. Там вот трехвазная модель, описанная там в книжках, они ее запрограммировали, все было плохо. Ну, они год-два там мучились и добились, ну, скажем, неплохого совпадения, которое вы видели. А про пользу я не знаю. То есть, это действительно говорит о том, что Эклипс – это прекрасный пакет. Но вот в силу этих задач, которые были поставлены в рамках президентской программы, нужно было сделать свое. Они сделали. Ну, тут мы тоже участвовали в разработке своего. Я знаю. Несколько десятков тысяч раз мы делали это. Я в курсе. Вопрос, в конце концов, получилось что-то в чем-то лучшее, чем Эклипс? Значит, ответ такой. Те практические примеры, которые они решали, они, конечно, скажем так, они какого-то явного преимущества не повторяют Эклипс, конечно. Спасибо. Еще вопросы? Максим Георгиевич, от ИТИСа вопрос. Насколько возможно ИТИСу, ВМК, видимо, каким-то образом присоединиться к проекту, видимо, в разработке каких-то программных комплексов? У нас есть наработки, у нас есть все-таки центр высокопроизводительных впечатлений. Давайте мы сейчас… Действительно, это проект, наверное, открытого типа. Там есть, конечно, основное ядро, я думаю, это Константин Андреевич, Александр Александрович, следующий за мной Дмитрий Валерьевич Бережной. Это вот и есть целая группа вопросов. Нужно… Просто понятно, что нельзя объять необъятное. Надо выделить разумно, собравшись вместе, тот комплекс вопросов, ну, скажем так, информационного, информатики, да, связанной с информатикой, которые необходимо решать. Ну, и потребности будут все-таки заявлен проектом математической модели, там просто и тупо кодировщики нужны. Так что, наверное, ответ положительный. Просто надо… Это быстро мы не обсудим, надо вникать вам. силу. Я думаю, вот сейчас мы обсуждаем вот общие такие вещи, а потом рабочие группы вот формируются. Я именно это имел в виду, потому что это детали уже… Просто это как бы информация для вас, тоже, да, для всех. Что за проект, что там делается, вот какие у нас есть технологии, да, а там присоединяйтесь. В принципе, этот проект будет расширяться, он как бы вот начался, он будет расширяться. Мы сейчас обсуждаем суперэлементный подход к проекту, а потом уже… Вопросы еще есть? Да. Да. Максим Георгиевич, вот Вы говорили по поводу возможности нимфы в части геомеханики, да? Уже сейчас можно ее использовать на нашей базе или, вот как Вы говорите, нужно ее разобрать, собрать и какое-то время займет? Ну, в самой нимфе я вот… У нас там… Мы, в общем, что сделали? Мы, когда работали, там была запарка, как всегда, очень похожая на советские времена. В общем, они за нами не успевали. Мы работали в таком режиме. Мы им передавали свои модули, они должны были все распараллелить и привинтить, условно говоря, к этой самой нимфе. Вот насколько… И потом проект-то закончился, и вот добиться того, как они эффективно это сделали, я не смог. Ну, будем надеяться, что сделали. А вообще, какова, скажем так, правовая подоплека? Университет владеет правами на использование продукта? Или нам нужно что-то докупать? Ну, эти права никогда не обсуждались. Считалось, что это как-то собственность коллектива. В общем, это нимф уже несколько раз так вот переделывалось под разные группы, там, скажем. То есть, фактически, там, разработчики, они являются, типа, собственниками пакета. Это вот одна из последних ее версий, которая получила сертификат. Она, наверное, принадлежит все-таки в НИЭФ полностью. А если мы используем, скажем, ее вычислительные мощности, используем ее в расчетах, то мы поступаем нехорошо. Но мы все-таки можем ее использовать, и как бы нам за это ничего не будет? Да, мы можем. То есть, эта договоренность уже есть. То есть, просто несколько человек включены будут в проект, и они все это здесь приедут и сделают. Если возникнет потребность такая. А вот мы можем, но по условиям проекта мы отдаем все это дело от нефти, к примеру, да? От нимфу, конечно, мы не можем отдать. Будет называться не нимфу, конечно. Мы должны подумать, мы должны в рабочем плане подумать, что мы создаем на самом деле. Один же вариант был такой. Я и говорю, что... На основе, скажем, Петреля, вот Ocean мы купили, да, вот этот. Да. То есть, открытая система такая получается, то есть плагины. То есть, вот система плагинов, это один вариант. Другой вариант, это какой-то такой накаленько собранная такая штука, которая конкретно будет работать. Третий вариант, это хороший софт. Но хороший софт он стоит дорого. Наверное, мы его будем... Вот мы сейчас должны создать какой-то группы такой междисциплинарной, которые в конце концов создат такой софт, который нужен, скажем, для... Вот Black Oil, это понятно, скажем, да. Сегодня этот вопрос уже ни у кого не... Ну, этот вопрос, он снятый как бы, да, практически. А вот когда пар, когда горение, когда химия сложная такая, да. То есть, когда вот, например, процесс горения, да, вот окисление. Вот сейчас Андрей скажет немножко. Ну, может, знаете, вот такая группа, которая занимается, скажем, мы закачиваем катализатор, там, воздух, эти процессы окисления, не просто горения, скажем, это процесс окисления там, то есть каталитический акватермолизм, например, да, или вот нефтепереработка под землей, мы говорим, да. Вот эти процессы, тут вообще модели нет. Вот есть какие-то, скажем, там, вот CMG там есть, вот симулятор какой-то, да, еще какие-то симуляторы есть. А вот создать бы такую программу хорошую, софт такой, вот, собственный, скажем, да, это вот для будущего просто. Ну, да, но я думаю, что об этом и будет идти речь вот в нашей группе, ну, мехматовской, в Диоядре, да. То есть мы будем в эту группу, да. Если касаться вот проекта не просто там этих пакетов там или блоков. Ну, это на будущее как бы, да, вот так вот. Зачем надо делать это в 218-м, вы же хотите, наверное, это горение делать. Нет, мы будем делать, да. Но 218-й сегодня это как бы старт такой, вот, вы же знаете, объем. То есть сакт только, да? Софт такой, да, пока вот стартовый. Нет, я имею в виду, это парагравитационный дренаж, да, будет моделироваться? Да, да. По сути, вот это... Александр Бенцанович тут у нас собаку съел. Большую. Ну, это мы давайте в рабочем проекте. В общем, это задачи очень знакомые, да, и можем их обсуждать уже детально в будущем кругу. Хорошо. Я сейчас представлю слово. Единственное, коллеги, я должен убежать, потому что вот тут вышла небольшая заминка, там 7 часов, мы должны сдать проект этот по этому, по САЕ. В Москву уезжать, поэтому я вас покину, да, я, Влад, тебе передаю слово. Хорошо. Владимир Михайлович, извините, ладно, пожалуйста, я, после 7 часов я освобожусь. Я понял. Ко мне, ко мне, можно зайти, ладно, прошу. Извините, пожалуйста, я убегаю, ладно, извините. Так, ну, в принципе, я думаю, ну, большинство вопросов, на самом деле, очень много. Да. Я имею в виду, ну, конкретно к вашему докладу. Ну, это в рабочем, на самом деле, порядке. Ну, и давайте дальше тогда заслушаем. У нас еще вот два доклада осталось, ну, действительно, там, как можно покороче. В любом случае, все, да, обсуждаем в полном объеме. Пережинаю, Дмитрий Валерьевич. Значит, ну, по, судя даже по названию и по содержанию, наш доклад, наверное, он дальше всего находится от разработки нефтяных месторождений. Вот, но, по крайней мере, нас сюда пригласили, и поэтому я просто расскажу или покажу ряд задач, которые решались нашим коллективом. Вот, применительно задача для грунтов и задача взаимодействия грунтов с деформированными конструкциями. Хотя наш кафедр называется теоретической механики, но, в принципе, мы занимаемся большей частью численной разработкой решения задач механики дефаминного твердого тела. И, в принципе, мы решаем задачи прочности, устойчивости, динамические и контактные задачи, связанные динамические задачи в линейных и не линейных постановках. Причем, как упругие, вязкие, пластические свойства материалов, вот, и различные объекты расчета мы используем. Вот, ну, как я слышал по предыдущим докладам, некоторые наши постановки, они, в принципе, затребованы и для данного семинара, вот, и поэтому я кратко расскажу. Ну, несколько остановлюсь на решаемых задачах. Значит, задачи решения грунтов, в принципе, мы начали решать такие задачи где-то с 2000-х годов, то есть лет 15 мы уже в какую-то более-менее их решаем. Вот, то есть не только решаем как задачи как отдельно для грунтовых массивов в различных постановках, так и для взаимодействия грунтовых массивов с расположенным у них деформированными объектами строительного и транспортного назначения. Вот, ну, понятно, что цели наших научно-практических исследований бывают различными. В каких-то темах интересовалось, что происходит с самой конструкцией, где-то интересовалось, что происходит с грунтами, но, в принципе, задачи, которые будут показывать, если там даже результаты есть для конструкции, это понятно, что и расчет, и описание поведения материала с различными свойствами, упругими, вязкими там или пластичными, оно тоже, естественно, где-то есть. Вот, расчеты мы проводили как на основе собственных разработок, так, в принципе, мы и в какой-то мере использовали и комплекс ANSYS. Причем мы в ряде, ну, во многих случаев верификацию своих моделей проводили, то есть мы сравнивали как различные численные расчеты, так и там, где была у нас возможность, мы проводили сравнение с полученными экспериментальными данными. Ну, и, в принципе, то, что я вам предоставлю, ну, тех задач, которые предоставлю, это, естественно, не все задачи, связанные с грунтами, а именно те, в которых мы знаем, что наши результаты пошли, ну, в дальнейшем уже использовались при проектировании, строительстве и эксплуатации определенных объектов. Причем во многих случаях мы осуществляли, ну, так называемое научное сопровождение проектов. Вот, и нашими заказчиками были в основном фирмы, предприятия, которые расположены в Казани, скажем, такое производственное объединение мосты. Мы для них там взаимодействие опор моста рассчитывали с грунтом. Союзский проект, как трубопроводы в земле расположены, скажем, даже такое предприятие СМП «Нефтегаз». У них одно из подразделений, они дороги строили в Альметьевске, и в основном, ну, большинство работ были связаны с Казометростроем. Так, ну, давайте перейдем к задачам, давайте следующий доклад. Вот первая задача, это связанная задача устойчивости насыпи. Это как раз задача, когда строили платную, пытались строить платную дорогу в районе Альметьевска. Там суть в чем, что нужно было расчищать, вырубать лес, строить насыпь, причем высота насыпи была достаточно высокой, там до 20 метров было. И, естественно, нужно было оценить, какой объем грунта нужно было туда загнать, сколько было, сколько расчистить. Потому что, если слишком крутая насыпь идет, то у нас просто идет обвал грунта. Следующий доклад. Значит, вот для самого сложного профиля мы построили распределение, естественно, напряжений, пластических деформаций. И перемещение, посмотрели, что у нас происходит, следующий доклад. И решали ряд задач. Когда происходит обвал откоса насыпи, то есть определяли в зависимости от различного грунта, смотрели, какую крутизну он выдерживает, и, по крайней мере, даже определялись линии или площадки скольжения, по которым у нас происходил отвал. Вот это для ряда, скажем, песков и глин проходило. Следующий доклад. Следующий слайд. Дальше использовались для ряда грунтов. Скажем, учитывали такое свойство пластичности, как зилотонсея, которая тоже влияла на устойчивость насыпи. Здесь показано решение ряд модельных задач, который, в принципе, подтверждался некоторыми экспериментами. Следующий доклад. И вот еще одна из таких задач. Они пытались укрепить склоны насыпи рулонированием. То есть, скажем, брали некоторый геоматериал, его заполняли грунтом и закручивали. Вот для таких задач тоже мы оценивали зоны, по которым, в принципе, вот эти все рулоны, по большому счету, они исходили. То есть, они это хотели, но это казалось неэффективным. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше задача связанная с Казмитростроем. Когда при прокладке туннеля метрополитена, технология предполагает, что коридор в грунте под туннель, он делается с запасом. То есть, между бетонной обделкой туннеля метрополитена и сводом грунта существует некоторый зазор. И в течение времени, в зависимости от того, через какие грунты мы проходим, у нас проходит либо оседание грунта, если упругое деформирование грунта, либо обвал грунта, тогда идет разрушение или пластическое деформирование. То есть, это реальная задача. Мы считали осадку грунта над туннелями. То есть, с экспериментом это сравнивалось. Так, следующий слайд, пожалуйста. То есть, грунты мы брали, в принципе, различные. Считали как в Ансизе, так и по своим программам. С экспериментом совпадало. Следующий слайд. И дальше была задача, где-то уже в районе Козьей Слободы, где такая вещь проходилась. Там был некоторый мост и здание. По крайней мере, прокладка туннеля проходила в непосредственной близости от уже существующих объектов. И для того, чтобы не было оседания опор моста и зданий, фундаментов, пытались построить защитную стенку, которая позволяла уменьшить осадку грунта в зоне прокладки туннелей. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, результаты осадки и коридонтальных движений. Дальше, пожалуйста. Это задача, связанная с проектом объединения мосты. Это мост через, был проект моста через реку Белая в районе Уфы. И там была такая проблема. Запроектировали мост, причем опора моста выходила на край поля долины реки. И фактически то, что внизу, это грунты. И фактически она только выходила на край оврага, где граница прочных грунтов, вот она обозначена. И мы просто моделировали, что бы могло случиться в этом случае, если бы действительно в этом месте построили бы мост, и потом проводили надвижку моста. Следующий слайд. Ну, это вообще, говорит, трехмерная задача. И вот здесь вот еще на чем следует остановиться. Значит, под опорой моста, как оказалось потом при геологических изысканиях, были карстовые пустоты, которые, естественно, также влияли как на прочность этой конструкции, так и, возможно, была потеря устойчивости. То есть мы решали здесь многоплановые задачи, причем как устойчивости, так и прочности. Причем с учетом того, что эти карстовые пустоты могли оставить без изменений, могли их там забетонировать. Ну, в общем, оказалось, что все плохо. Нужно просто переносить опору моста. Ну, понятно, на край оврагу построили, естественно, все сломается. Так, следующий слайд, пожалуйста. Ну, это задача КАСКИМ-проекта. Это расположение, то есть прокладка трубопроводов в грунте, по крайней мере. Ну, здесь задача, наверное, больше связана с деформируемыми телами. То есть, причем здесь перешали как взаимодействие с грунтом, как упругой, так и упругопластическое. И само взаимодействие под конструкцией. Скажем, у нас трубопровод проходил в футляре, там тоже было контактное взаимодействие. Так, следующий слайд. Вот здесь, скажем, напряжение в футляре, охватывающем трубопровод, связывающем с грунтом. То есть, определяли области напряжения. Ну, сказали, что все выдержит. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, дальше эти задачи уже относятся к КАСКИМ-прострою. И вот здесь мы... Некоторые были модельные задачи, некоторые были реальные задачи. Но, скажем, на некоторых задачах было отлажено, что не учет некоторых свойств материала в традиционной постановке, скажем, как учет контактного взаимодействия между подземными конструкциями и грунтами, может вообще даже привести к качественной иной задаче. Вот даже самая простейшая задача. Когда у нас есть в грунте, скажем, подпорные стенки, изнутри извлекается грунт, то в стандартной постановке, когда просто мы грунт извлекаем, а у нас между стенками и грунтом существует контакта нет, тогда у нас вместо того, чтобы стенки с стенками сходиться, они начинают расходиться. Физически не та задача получается. Вот следующий слайд. Здесь показано в одном и в другом случае. То есть, по крайней мере, в таких задачах, естественно, нужно обязательно использовать контактную постановку, что мы и делали. Дальше. Следующий слайд. Дальше. Ну, это результаты расчета. Дальше. Дальше. Вот задача, опять же, из метростроя. Здесь моделируется построение станции метро в районе площади Тукая. То есть здесь в ряде задач мы просто используем трансверсально заменяющиеся расчетные схемы, когда у нас просто на каждом этапе строительства мы как бы структурно изменяли задачи. Скажем, убирали какой-то грунт, ставили распорки, ставили станцию. И переход от одного шага к другому у нас проходил в рамках нашей задачи с использованием геометрического негативного подхода, что позволяло быть уверенным в построении решения. Причем здесь, скажем, эта задача решалась у нас в несколько этапов. Причем мы учитывали такие вещи, что грунт может быть водонасыщенным, это учитывали, причем мы где-то воду откачивали, считали, что вода откачивается. И дальше, скажем, идет некоторое химическое закрепление грунта. Тоже такие вещи были. Вот давайте, следующий слайд. Это у нас просто этапы решения распределяются. И следующий слайд. Здесь нам важно было напряженное состояние в стенках станции, выдержит ли она или не выдержит. Так, следующий слайд. Это, значит, у нас подобная задача. Это где, скажем, в районе пересечения улицы Роторной, вот там, где железнодорожный нас придет, там необходимо было над станцией метро, во-первых, поставить вент-узел, а потом сверху еще был съезд с автострады, нужно было укрепить бетонной плитой. И нужно было все раскопать фактически, укрепить вверх, потом поставить вент-узел, засыпать, построить бетонной плитой и посмотреть. Ничего не произойдет. В принципе, такую задачу мы решали. Вот следующий слайд. Здесь определяли, что у нас происходит с грунтом, ну и, в принципе, что происходит с подэлементами нашей конструкции. Следующий слайд. Также задача из метростроения. Вот здесь в какой-то мере моделировалась прокладка туннеля метрополитена, скажем, через нашу площадку Убышева. Здесь вот этой коробкой, это мы моделировали, скажем, подземный переход. А в чем была сложность? Значит, под подземным переходом в зоне прокладки туннеля метрополитена был некоторый бетонный коллектор. А когда в станции идет прокладка туннеля, у нас как идет? Там комплекс лават, просто с большим давлением, несколько тонн вот этот нож, как мясорубка, он срезает землю. И смотрели в зависимости от этого давления возникшего, не разрушится ли у нас коллектор. В принципе, задача, ну она уже давно решалась, как я уже говорил, задачи решались в течение где-то 15 лет, поэтому некоторые раньше, некоторые позже. Так, следующий слайд. А это тоже задача химического укрепления грунта. Это склон в районе улицы Профсоюзная, тоже там из-за того, что постоянно стекают грунтовые воды, после дождей. И вот зону около туннеля мы просто укрепляли. Вот здесь показано, какую мы выбрали оптимальную форму для химического укрепления грунта. И в принципе, так и эти задачи. То есть, эти проекты были реализованы. Следующий слайд. Это уже задачи, связанные уже с построением обделки туннелей метрополитена. Мы даже при решении их столкнулись с некоторыми интересными вещами. Оказывается, вот если в грунте проложить туннель сплошной бетон, то в ряде случаев у нас сплошная бетонная труба, она не выдержит давление грунта и сломается. Поэтому вот наши все туннели, в Казани, по крайней мере, в метрополитене, они строятся из таких блоков, которые соединяются друг с другом, шахматно-порядки через определенные накладки. И учет этого, естественно, когда мы это рассчитываем, необходимо все рассчитывать с учетом контактной постановки взаимодействия блоков друг с другом. И вообще говоря, как оказалось, с грунтом, позволяет снизить напряжение, растягивающее напряжение в отделке, ну, чуть ли не в 2-2,5 раза. И, по крайней мере, в такой постановке то есть оказывается сочлененная обделка, она нагрузка выдерживает, а сплошная нет. Ну, вот здесь сравнивалось, то есть наш пакет с АНСИСом, похожие результаты получались. Следующий слайд. Так, это с учетом водонасыщенности, когда есть вода, вот первые три канала, три слайда, это определенный уровень, разный уровень грунтовых, вот на последнем слое и существует фильтрация. Следующий слайд. Это учет пластического деформирования, то есть это зоны пластического деформирования для разных грунтов, там для песка и для глины. Следующий слайд. Так, это задача, когда учет, возможен учет контакта между обделкой туннеля и грунта. Оказывается, такой учет необходимо проводить, иначе в некоторых случаях может получаться неверные результаты. Следующий слайд. Так, это уже для двумерного и трехмерного случая описывалось, как у нас происходило контактное взаимодействие между блоками обделки, то есть эта область полич моделировалась более подробно, и скажем, естественно, в бетоне у нас схема армирования приводилась, то есть задача достаточно сложно решалась. Так, следующий слайд. Здесь сравнивалось результаты с учетом контактного взаимодействия блоков друг с другом. Есть или нет, это для плоского случая. Следующий слайд. Так, это уже задачи из трехмерной задачи, это деформирование уже объема грунта при нахождении в нем трехмерной обделки туннелями триполитена, составленной из блоков. Следующий слайд. Это схема построения блоков обделки, здесь три кольца обделки показана. И последний слайд, наверное. Следующий слайд. Это вот напряжение у нас в трехмерной обделке. И здесь, в принципе, некоторые сравнения с экспериментальными данными тоже проведено. Ну вот, это, наверное, основные задачи, которые нашли свое практическое применение. Спасибо за внимание. Вопросы? Можно? Я просто, даже не вопрос, а маленький, короткий такой комментарий к докладу. Я пригласил Дмитрия Валерьевича для того, чтобы вы оценили потенциал, поскольку у нас предполагает все-таки парогравитационный дренаж, это предполагает возникновение камеры паровой, то с точки зрения технологии процесса всегда требуется оценить устойчивость этой камеры от разрушения. то есть с этой точки зрения компетенции этой кафедры, компетенции группы, с которой решают эти задачи, они и были представлены. Да, у меня тут тоже есть небольшой комментарий, на самом деле, даже может быть не самой, даже больше камеры, а вот покрышки, которые находятся над камерой, это вот реальная экологическая проблема может быть даже из-за этого. Да, и вот вопрос еще такой, вот эти вот уже наработки ваши, как бы они применимы в масштабах вот скважины, которые находятся, ну, которые диаметром там 20 сантиметров и в принципе она составлена из металла. В принципе, да, особых я не вижу в этом затруднении. И вот ты мне может у меня только единственный вопрос по поводу расчета мощностей, то есть задачи, которые решались для косметростроя, для расчета устойчивости кольца, насколько они по объему вычислений вообще реализуемы в принципе, если переносить на трехмерные задачи, состоящие из, ну, то есть какое количество конечных элементов вообще допустим сейчас решать у нас на наших мощностях вообще? Нет, ну, нет, но это все зависит от параметров той вычислительной техники, которая есть. И в принципе у нас определенные наработки с расправляющими тоже существуют, но это вот то, что мы влезаем в машину, я легче всего, конечно, когда мы влезаем в оперативную память, не влезаем в оперативную память, сразу на порядок у нас все садится, ну, ну вот мы решали, ну, 10 миллионов неизвестных, скажем так, ну, задачи, ну, как, ну, часть суток идет, сколько тут, нет, нет, ну, когда трехмерная задача, но опять же, в зависимости от того, что нужно в задаче, иногда не обязательно все моделировать абсолютно точно, как вот в предыдущих докладах, есть суперэлементы, нам что-то нужно, здесь мы сетку чистим, а остальная сетка в задаче механики формирования для чего нужна, для того, чтобы просто силу передать, ну, по большому счету. И вот второй вопрос относительно как бы расчета вот того же самого ствола скважины, мы же вот, то есть это все в порядке, все реализуемые, все принципы такие же, как с метростроем, у нас есть конструкция, конструктивные особенности материала, та же самая сталь, которая используется, тот же самый марк бетона, который закладывается, вы говорили, что возможно расчет на этапе вот итерационного приближения, когда мы что-то вот потихоньку убираем, например, вот когда котлован отрывается, то есть можно ли такую же задачу решать при вот последовательном выбуривании даже секциями, пусть не каждый сантиметр, секциями. Да, 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 принципиально ничего такого нового нет и даже некоторые вещи, конечно, удобнее в своих программах, но в Ансиссе такие вещи тоже делаются, то есть мы их реализовали, по крайней мере. Хорошо, спасибо, больше нет вопросов. Да, ну, наверное, перейдем тогда к следующему докладу, да, вот Андрей Владимирович по поводу биомаркеров, которые, в принципе, вот тоже планируется использовать по 218-му проекту. Уважаемые коллеги, я сразу оговорюсь, что в отличие от предыдущих докладчиков, я сегодня представляю не какую-то законченную технологию или там программный пакет, я представляю некоторую идею, которую планируется реализовать в рамках проекта по 218-му постановлению с полутатнефть, которая в ходе обсуждения с полутатнефть получила одобрение, и она связана с использованием геохимической информации при моделировании нефтяных месторождений. Хорошо известно, что гидродинамическое моделирование нефтяных месторождений является важной задачей при подготовке месторождений к разработке, и одной из проблем гидродинамического моделирования является относительно небольшое количество параметров, которые закладываются в модель, что влияет на ее точность и прогностическую силу. Использование при гидродинамическом моделировании дополнительных параметров может повысить достоверность этой модели, и в качестве таких параметров мы предлагаем использовать геохимические данные, а именно по концентрации молекул маркеров нефти. Следующий слайд, пожалуйста. Нужно отметить, что идея использования маркеров при разработке месторождения не является новой, широко используются специальные вещества от трассера, которые закачиваются в скважину и затем детектируются в продуктивной скважине. Дальше идет оценка количественной и качественной того, как флюид перемещается по пласту, а также оценка остаточной нефтенасыщенности пласта. И также хорошо известно, что в рамках месторождения существуют градиенты концентрации свойств нефти, причины которых есть физические причины, это дистилляция, легкие углеводороды поднимаются наверх, и такие физические процессы, как вымывание некоторых компонентов нефти, а также значительно влияют процессы биодеградации. Следующий слайд, пожалуйста. Необходимым условием биодеградации является наличие воды, поэтому степень превращения нефти, степень ее биодеградации увеличивается с близостью к зоне водонефтяного контакта. Так, есть работа, которая напрямую показывает зависимость концентрации молекул РНК бактериальных с близостью к зоне водонефтяного контакта. Видно, что концентрация этих молекул увеличивается на 6-7 порядков. Следующий слайд, пожалуйста. Как видно из данного слайда, биодеградация оказывает большое влияние на состав и свойства нефти. Так, видно, что с увеличением степени биодеградации увеличивается плотность нефти, вязкость нефти, уменьшается количество легких фракций, а также возрастает относительное содержание некоторых молекул биомаркеров. Следующий слайд, пожалуйста. Помимо вертикальных градиентов концентрации в рамках месторождения существуют и латеральные градиенты концентрации. Так, например, представлен пример того, как изменяется изотопный состав попутного нефтяного газа при продвижении от южной части месторождения на север. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, основной идеей является то, что наличие вертикальных и латеральных градиентов концентрации биомаркерных молекул делает возможным построение трехмерной сетки различных параметров, образно говоря, трехмерной дактилоскопии месторождения и использование этих параметров при гидродинамическом моделировании. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме этого, важной частью работы, поскольку разработка месторождения планируется методом парагравитационного дренажа, станет оценка стабильности маркеров нефти в условиях партеплового воздействия на пласт, и для этого будет проведено физическое моделирование данного процесса в реакторах высокого давления с последующим детальным анализом состава нефти. Тут нужно отметить, что химические превращения маркерных молекул, они могут сыграть положительную роль, поскольку если маркер в ходе паротепловой обработки превращается в какое-то конкретное вещество, то есть маркер А превращается в маркер Б, то это вещество также может быть использовано для детектирования того, что приток нефти идет именно за счет расширения паровой камеры. Следующий слайд, пожалуйста. Также мы ожидаем, что использование подобной информации при моделировании месторождения позволит дать ценные данные о форме размерах паровой камеры, поскольку хорошо известно, что месторождения Татарстана зачастую имеют достаточно сложную геологическую структуру, и это зачастую приводит к значительным отклонениям реальной формы паровой камеры от ее теоретической формы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и в заключение мне хотелось бы отметить, что на данный момент в Институте геологии и нефтегазовых технологий существует солидная приборная база для анализа практически всех типов маркерных молекул, это и органические, и неорганические маркеры. Следующий слайд, пожалуйста. И различные химические маркеры, комплексные соединения. Дальше. И комплекс уникального оборудования для анализа изотопных маркеров. Все. Благодарю за внимание. Вопросы? Вопросы можно? Андрей Владимирович, а вот правильно ли я понял ваш доклад в том, что вы можете предсказать, что при экспериментальных методах основываясь, что при определенной температуре движется определенная фракция, допустим, нефти, если по весу смотреть? Я бы не сказал, что рушится именно определенная фракция нефти. Могу сказать так. Существуют некоторые определенные маркерные молекулы, которые в определенных условиях, это связано как с температурой, так и с наличием, например, некоторых веществ в пародии, например, гематита, грубо говоря, которые могут выступать в качестве катализатора, они могут разрушаться каким-то определенным образом. И вот эти данные мы также можем использовать при составлении моделей. То есть они разрушаются, становятся подвижными, да? Для гидродинамики это важно, что двигается, что нет. Можно я то ли уточню, то ли дополню этот вопрос. То есть, короче говоря, наличие этих маркеров, их концентрации, эти молекулы, это сугубо стационарное явление. Так ведь? Как это вяжется с тем, что мы потом хотим использовать это в гидродинамике, где принципиальное движение? Куда они будут сбиваться, в какие стаи, куда они будут там мигрировать, можно ли по ним судить, откуда все это пришло? Да, вы правы, что в рамках месторождения, скажем так, в конкретной точке эта концентрация она постоянно, но она изменяется при движении в ту или иную часть месторождения, поэтому если у нас приток нефти идет из определенной части месторождения, где, например, высокая концентрация маркера А, то, соответственно, мы это будем детектировать в нашей добывающейся И при этом там концентрация будет падать, То есть надо решать уравнение относительно концентрации вообще кругом, как оно меняется при движении флюидов, правильно же? Правильно. Спасибо. Ну тут небольшой комментарий, вот как бы я вот непосредственно являюсь пользователем вот этих программных продуктов по созданию там моделей и так далее, да, то есть любая модель, в любом программном продукте у нее один слабый момент, то есть нехватка входных данных, то есть по-хорошему самые нормальные данные были бы если бы через каждые там 10 сантиметров рубрили скважины на исторождение и получили конкретные данные как куда течет. Но все мы понимаем, что это нереально, поэтому чем больше в каких-то данных, на основе которых мы можем откалибровать текущее состояние в моделях и сопоставить его с реальным, то тем лучше, как говорится. Ну все методы хороши, тем более если они будут работать. Вот тут у меня был вопрос по поводу градиента, вот там есть градиент маркеров, там картинка была, где от ВНК до ГНК. То есть вот тут не связано ли это распределение такое, скажем так, маркеров или как их называть, ну вот это вот спектра с тем, что в принципе таким же макаром меняется и давление с каким-то с термобарическими условиями, скажем так, к температурным градиентам, за градиентом по давлению и так далее? Ну я думаю, что это достаточно маловероятно, потому что вещества, которые, концентрации которых, как мы видим, они уменьшаются, они достаточно высокомолекулярные, то есть это высшие алканы, у них высокая молекулярная масса, ну фактически это твердые парафины, и поэтому я думаю, что не сильно должны оказывать вот эти термобарические условия на их распределение. А вот эти твердые парафины, они наверняка имеют, скажем так, большой размер молекул, я не знаю, и какова подвижность их в пределах, в масштабах, скажем так, ну там сотен метров? Я не совсем понимаю, размер молекул, ну конечно, у них достаточно большой относительно малых молекул, но в рамках там, наверное, пласта, но это совсем очень крошечные естественные структуры, и поскольку они в принципе растворены в каких-то более низкомолекулярных углеводородах, то я думаю, что у них подвижность достаточно хорошая должна быть. Понятно. Андрей Владимирович, вопрос такой, существует какой-то метод, способ оценки вот этих маркеров, экспресс-оценки этих маркеров, или это обязательно лабораторные условия? Я имею в виду, существуют ли какие-то сенсоры, которые могли бы быть, скажем, запущены в пласт и на уровне беспроводной сенсорной сети обеспечивал бы мониторинг состояния? Ну в принципе классическим способом анализа этих маркерных соединений является газовая хроматография, вот, и по крайней мере я не знаю, то есть хроматограф в принципе можно привести на скважину и там это все делать, а так, чтобы это делать непосредственно в скважине, наверное, сейчас пока это невозможно. Спасибо. Наверное, если можно было бы сенсоры, то они бы и не нужны были эти маркеры, фактически, да. Можно еще один вопрос? Андрей Владимирович, как к химику к вам вопрос. Вот вы перечислили там маркеры органические, неорганические, изотопные, вот все-таки вот как химик, вот здесь очень необычная система, вот в этой бутылке, насколько я понимаю, там есть очень много разных фракций, какие маркеры вы считаете предпочтительными? Изотопные, или вот, или вы не задумывались, я считаю, что предпочтительными будут те маркеры, которые, с помощью которых наши модели будут работать, поскольку это, скажем так, достаточно новая идея, и по ней практически нет информации, мне сейчас очень сложно дать ответ на этот вопрос. Спасибо. Ну вот для нашего проекта, я думаю, были бы предпочтительны два вида маркеров, ну так, утрированно, то есть первый маркер, который выдерживает высокие температуры и не разрушается, вот, и второе, маркеры, возможно, которые являются продуктом воздействия высокой температуры, чтобы понять, где же у нас паровая камера на самом-то деле. Ну, если нет вопросов, ну, наверное, надо небольшой итог подвести, я думаю, что мы еще будем еженедельно встречаться, вот сейчас, особенно в начале проекта, первая встреча, Максим Юрьевич, заложена у нас на пятницу, в принципе, мы пока так предварительно планируем, вот, время я уточню, там с вами уж посовещаемся, тут, наверное, важно уж мнение Даниис Карлыча, в первую очередь, он с этой целью это и собрал, вот, к пятнице, наверное, у нас будут какие-то от него мысли. в любом случае спасибо всем большое, вот, если, ну, есть какие-то, какие-то будут вопросы, можете просто писать нам на почту, вот, в принципе, мы на сайте университета, думаю, есть, спасибо.